Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и День и Ближной, и Веков, Аминь. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы беседуем с блаженнейшим Владыкой Христофором, почетным архиепископом Пражским, митрополитом Чешских земель и Словакии. Владыка, Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Блаженнейший Владыка, в конце мая в Чехии состоятся торжества, приуроченные к празднованию 1150-летия миссионерского подвига святых равнопостных братьев Кирилла и Мефодия. Это будут празднества, значимые не только для вашей страны, но и для всего православного, для всего славянского мира, наверное, для всей Европы. Я знаю, что вы задумывали эти празднества. Какова основная их цель? Для нас, православных в Чехии, это возможность показать, что православная церковь – это церковь святых Кирилла и Мефодия. Потому что святые нам всем, это значит полноте нашего чешского и словацкого народа принесли святую веру христианскую. Это было в IX веке, и в том заключается актуальность этого события, этих торжеств. Мы бы хотели показать, что именно в IX веке не было ни католиков, ни протестантов. Конечно, православные были, все были православные. И мы всех приглашаем на эти торжества. Эта идея именно заключается в том, чтобы показать, в чём заключается наша православная христианская вера. Это вера Спасителя нашего Иисуса Христа. Это вера Креста и Воскресения. Это вера, которая постоянно повторяет качества, которые нужны для каждого человека. Я бы сказал верующего и неверующего. Потому что Иисус Христос — Бог и человек. И Он свою Евангелие дал всему человечеству. — Владыка, могут ли эти торжества дать своего рода толчок к осмыслению своего христианского прошлого чешскому обществу? Не секрет, что сейчас Чехия, наверное, одна из самых неверующих стран и в славянском мире, и во всей Европе. Такой, скажем, экскурс в историю, сопровождаемый молитвой, может дать обществу импульс. — Это понимает не только церковь, это понимают и все, которые возглавляют сферу культурную и государственную. Поэтому мы создали вместе и государство, и церковь, и, конечно, все культурные заведения. Например, нам удалось сотрудничать с созданием художественного документа, фильма о святых Кириллу и Мефодию, чтобы показать прошлое, где начинает история нашего государства. История начинает и нашего чешского, и словацкого государства именно в миссии святых Кирилла и Мефодия. Раньше, когда у нас не было, мы были славяне, не было у нас христианства, мы были как бы вне европейского общества, потому что Европа уже в IX веке была христианская. И поэтому через миссию святых Кирилла и Мефодия мы вступили в общение со всеми в Европе. И что я повторяю раз, была одна церковь, одна православная церковь только на Востоке и на Западе. Мы знаем, что и Папа Римский был православным, как, например, Григорий, двое слов Папа Римский, мы служим его литургией во время поста. И это нам помогает очень в том, что мы можем собрать или собираем эти торжества всех, и культурных, и государственных деятелей, и, конечно, всех представителей христианской церкви. Блаженнейший Владыка, во время нынешнего Великого Поста Чешская Церковь и лично Вы пережили ряд, может, не самых приятных моментов, много искушений. И в итоге Вы попросили Святой Синод освободить Вас от должности предстоятеля церкви, оставить Вам преподавательскую деятельность в Прешевском университете. И Вы попросили себе послушание духовника Спасо-Преображенской обители около города Тешев. Это местность недалеко от Карловых Вар. Многие люди расценили Ваш уход как чуть ли не признание той вины, которую на Вас возложили определенные личности. Что для Вас этот уход значит? Когда мы с братьями-архиереями обсуждали ситуацию, когда была церковь во время Великого Поста, я высказал, что это все обвинения, это дело сатаны. И что сатана хочет разбить нашу небольшую автокефальную церковь. И мне показать пример смирения как предстоятелю. И поэтому я попросился удалиться в монастырь и служить как духовник и как преподаватель на Богословском факультете. И я думаю, что история, которая таким же образом меня поставила как первого иерарха на 7 лет, что история как-то продолжается, будет другой предстоятель. Я уже третий, который удалился на покой в небольшой истории нашей автокефальной церкви. Это, мне кажется, и это должен сделать предстоятель, когда опасается церковь от дел сатаны, от раскола. И я очень рад, что могу быть в монастыре, что могу молиться, что могу продолжать свое служение как профессор на Богословском факультете. И что я буду постоянно архиереем нашей православной церкви. Ваше блаженство, мы знаем, что вас обвиняли и в том, что у вас якобы 10 внебрачных детей появилось и были связи с женщинами. Что сейчас с этими обвинениями? Насколько я знаю, уже от этих же самых обвинителей появились и опровержения. Да, да, в письменном виде матушка Рапсунова раскаялась, сказала, что это не так было, что это просто... У них были проблемы в семье, и она это просто высказала, чтобы как-то... просто решать свой личный вопрос. И что касается других, они тоже сказали, что нет никаких доказательств. Только так просто было сказано, чтобы меня как-то унижить. И им теперь это жалко, потому что видят, что это неправда. Как вы сказали, что может быть я ушел, потому что это правда. Но это не так. Это не было никакие доказательства, это не было причины. Я сказал нет. И они, конечно, мне объявили, что церковь опасается от раскола. И я знаю, потому что я историк церковный, знаю каноны, что если я... А причина раскола, я просто... Раскол это самая страшная церковь. Я ухожу, чтобы не было раскола, чтобы сохранилось единство церкви. Тем не менее, тот выбор, который вы сделали, вы остаетесь верным ему. Конечно, конечно. Я за единство церкви, за добро церкви. Если я это написал, можете читать, если церковь будет решать мой вопрос, если мне церковь попросит идти на какое-то другое служение, или вернуться в прежнее достоинство, то я отказаться не могу, потому что мне придется нести послушание. Я церковь люблю, и я это сделаю, конечно. Блаженнейший Владыка, Спасопреображенский монастырь это шестая по счету обитель, основанная за время вашего предстоятельства. Вот сейчас, будучи духовником монастыря, каким вы видите его будущее? Что бы хотелось сделать? Какой профиль больше развить? Социальный, миссионерский, духовно-просветительский, или это будет сугубо монастырь, как место молитвы? Мы его создали три года тому назад, как сугубо молитвенное место для монашествующих и для тех, которые как паломники сюда приезжают. Я бы хотел в этом плане продолжать. Мое служение здесь, конечно, много работы. Вы видите, церковь надо сделать как надо, это значит, там роспись будет в церкви. Мы надеемся построить дом для паломников. И здесь, прежде всего, послушание у наших братьев-монахов иконопис. Приезжают из приходов, уже традиционно сюда, просба, потому что в монастыре, когда пишется икона, она намоленная, просба для новых храмов, для новых иконостасов делать, творить иконы. Это самое главное послушание монастыря. Это значит, еще раз, сугубо духовное как бы делание здесь в этом монастыре есть, и я надеюсь, будет до конца веков. Владыка, мы знаем, что братья вашего монастыря интернациональные, из разных стран. Да, у нас отец Пайси из Македонии, один наш чех, Космо, Залич, он теперь подвижается на Афоне, и наш гумен в Швейцарии тоже занимается миссионерской деятельностью, приезжает по праздникам, по разным событиям здесь с нами молиться. Поэтому нас, если посчитать, пять человек здесь. Так, наверное, прихожане церкви чешской земелью Словакии тоже по своему этническому составу разнородное, это и Чехия, и Словакия, и в последнее время много приезжих из стран бывшего союза, украинцев, прежде всего, Русин. Прежде всего, Русин, потому что раньше была Чехословакия, включала и подкарпатскую, теперь закарпатскую Украину, подкарпатскую Русь, поэтому для Русин, Прага, бывшая столица, центр, приезжала часто к нам и работать, и жить. из городов, как Мукачево, Ужгород, Хуст. Как взаимоотношения складываются между представителями различных этнических общин, православных? Очень часто повторял, буду повторять, что мы один род христиан православных, что прежде всего наша вера православная, эту веру надо укреплять, углублять, это наша задача духовников и клириков нашей церкви. и после этого потом заниматься вопросами культуры, политики и других вопросов, которые тоже конечно важные вопросы, но для нас православных прежде всего это вера наша православная. Блаженнейший Владыка, что бы вы могли пожелать в эти светлые пасхальные дни пастве церкви чешских земель Словакии и всем православным христианам? Я бы рад вам всем пожелать, чтобы свет Христово воскресения удалил всю темноту с наших сердец и чтобы наша святая православная церковь всегда сохраняла единство, чтобы все эти великие качества, которые нам дал Иисус Христос, мы как-то старались сохранять и продолжать и наполнять. Прежде всего, мне кажется, это смирение. Когда человек смирается, он становится свободным. И потом, конечно, это любовь к Богу, к человеку, ко всему творению. За вас всех сохраняет Господь Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня мы беседовали с блаженнейшим владыкой Христофором, почетным архиепископом Пражским, митрополитом Чешских земель и Словакии. Христофором, христофором, святого spend и Новых х poner и аминь. Христофором,